Привет! Мы на канале Коска, меня зовут Кудинова Наташа, и сегодня я вам расскажу о нашей новой поставке. Не все поместилось на стол, поэтому кое-что я держу в руках. Три дня назад мы получили нашу очень долгожданную поставку от нового поставщика. Наконец мы увидели в деле Аркабалена и новые классные составы. Сейчас я вам буду показывать. Знаете, чаще всего у нас спрашивают пудру и нюдовые оттенки. Мы старались. Надеюсь, вам понравится. Ну что, начнем с Аркабалена, чтобы освободить мои руки. Так, Аркабалена метраж 350 метров. Это видео вы увидите на ютюбе примерно через 4 часа. Но этой пряжи осталось всего 3 бобины, возможно к этому моменту ее уже не будет. Пожалуйста, не удивляйтесь, но я вам ее покажу. Пряжа была изобретена как носочная пряжа премиум класса. Но возник один нюанс. Ее очень сложно размотать так, чтобы два носка выглядели одинаково. Это посчитали браком и в мотке эту пряжу не пустили. Но два разных носка оказалось нам очень нравятся. Из этой пряжи мы вяжем теперь не только носки, но и шапки, пуловеры. 80% мериноса и 20% па делают эту пряжу довольно мягкой, ноской. И один из плюсов, который утверждают старожилы вязания, можно стирать в машине. Ну, честно говоря, я не пробовала, но людям, которые мне об этом говорят, я доверяю. Пуловеры отличные. На шапочку вот здесь есть еще один артикул, который его родственник. Здесь метраж 180. Мне кажется, для шапки просто идеально. Я подумываю, не шапка ли это моих сыновей этой осенью? Не то, чтобы их не было. Значит, остался аркабалена вот такой цвет. И вот посмотрите, какие секции. Секции довольно длинные. И на маленьких изделиях получаются примерно вот такие полоски одного цвета с красивыми переходами. Если мы вяжем носки, 100 грамм нам хватает, в принципе, на носки 40-41 размера классической резинкой. Узоры там никакие не требуются. А еще можно прикольно пустить полоской. С одного конца мотка в одну сторону, с другого в другую. Противоход цвета. Тоже интересно. Вот так выглядят бобины с разными секциями. Видите, кажется, что это совсем другой артикул. Места у меня сейчас не так много, поэтому буду размещать как могу. На столе все тоже заставлено. Начнем с той красоты, которая здесь. Пришла новая для нас пряжка. Вот если вы любите вязать платье или мечтаете о осеннем и зимнем платье, вот она для этого создана. Называется она Гаспачо. Очень вкусненькая. 450 метров в 100 граммах. 50% акрила. Ой, прошу прощения. Что попало? 50% хлопка. 35% меринуса. 14% па. Нитка основы. И 1 или 2% эластана. Сейчас я точно вам не скажу, потому что у меня здесь на конуче не написано. А посмотреть, сходить я уже не успею. Так вот. В чем особенность? 2% эластана делают нитку вот такой. Вязать ее нужно очень дрябенько, чтобы там буквально чуть ли не вот такие петли были. После ВТО все съеживается. Получается очень уютное и играющее полотно. Платье не будет растягиваться, юбка не будет растягиваться. На платье моего размера нужно будет примерно 450 грамм до колена, чуть ниже колена. Покажу сейчас цвета. Вот такая вот малинка с калинкой. Такая сирень и малиновый оттенок. Вспушенный меринус. По моим ощущениям кататься он не будет. Тем более здесь в букле это будет выглядеть очень интересно в полотне. Вот такая вот фуксия и дымок. Малинка и дымок. Серая. Мягкая. Мягкая такая пряжка сверху. Здесь тоже василек в дымке. Вот видите как выглядит ниточка близко. Вот такая. Черный и бронза. Лосось в дымке. И бронза и бежевый пушок. Еще один очень интересный артикул. Всего в двух цветах пришел. Очень редко удается найти на стоках верблюда. И верблюжья шерсть в хорошем качестве. Это почти как кашемир в плане носки. То есть это базовые классические изделия. Которые вы будете носить очень долго. Потому что материал носки. Изделие выглядит хорошо. Очень хорошо греет. И так как это верблюжья шерсть. То в нем в принципе как в альпаке. Я вам всегда говорю. Ни холодно ни жарко. В помещении в нем комфортно. На улице в мороз в нем тепло. Даже в тонких изделиях. Сейчас покажу цвет. Смотрите. Такой табак. Или корица. Так. Сто процентный верблюд. Метраж 600 метров. На спицах можно вязать две ниточки. Раскрывается мягко. Близко. При ближнем рассмотрении. Это легкий-легкий меланж оттеночный. Пуха у нее не будет. Так же как нет на бобине. Легкие кое-где. Вот такие ворские. Пряжа очень нежная. Мягкая. Для чувствительной кожи подойдет. Подойдет для шапок. Второй цвет. Более желтый. Светлый. Все характеристики те же. Так. Что вам еще показать следующее. Ну покажу альпаку. Альпака пришла в трех цветах. Плюс альпаки в том, что она во-первых. Бэби альпака. Где-то у меня записано 73%. Если не ошибаюсь. 73% бэби альпаки. Люрекс. И синтетический шнурок. Внутри которого эта альпака находится. Сейчас покажу как ниточка выглядит. Изделия получаются нежнейшие. Легчайшие. И пух очень хорошо закрывает люрекс. Он оттуда как бы чуть-чуть подблескивает. Благородное изделие. Если вы побаиваетесь блеска в изделии в чистом виде. То вот как раз можете попробовать такую пряжу. Она подойдет на объемные пулловеры. На кардиганы. Конечно на шапки. И любые шальки. И что-то чем мы горлышко прикроем. Какие-то шарфики. Тоже подойдет отлично. И провести холодное время года в этой пряже будет очень приятно. Бежевый. Карамель. Показываю вместе, чтобы вы видели разницу. И пыльная роза. Большая редкость. Я думаю, у этой пыльной розы у нас будет много шапочек по стране. И пуловеров. Судя по последним двум дням продажи в нашем магазине. Будет очень много. Мягкая такая. Честно говоря, даже я сегодня вечером засыпаю. Но вы понимаете, чем я занимаюсь, когда засыпаю? Я думаю, может быть это пыльная роза. А может быть это все-таки ангорка? Ну короче, проблемы-то те же самые, что и у вас сейчас. Ангорка. Вот такая пушистая. Сегодня рано утром мне кто-то написал в WhatsApp и сказал, а норка это же... А, ангорка это которая норка? Ну в общем, норковая пряжа, которую вы покупаете в китайских моточках. Вы понимаете, вы норку уже видели на фотографиях. Норковую шубу, норковую шапку. У нее такого пуха нет и быть не может. Ну то есть, это же не персидский кот. Это же норка. А кролик, он как раз вот тот самый зверь, с которого эту норку делают. Ну зачем-то вот такой маркетинговый ход придумали, всем понравилось. В общем, вяжем из этого. Это норка люксового качества, которая ангорка. Ну здесь нам честно пишут, что это ангорка, без всякого вымысла. Называется она спайки. Метраж у нее 450, то есть просто берем и вяжем. На шапочку нам понадобится 30-40 грамм. Стоит она 1700 рублей за 100 грамм. Не смущайтесь, потому что 40 грамм нам выходит примерно в 700 рублей. Чуть меньше, 680. То есть, это шапка. Ну да, такую шапку мы с вами в магазине не купим. И она того стоит. И цвет очень редкий. Девочки, их две бобины. Я рада, что ее тратится всего по 30 грамм, поэтому всем хватит, я надеюсь. Вот такая вот она красивая, в трех цветах пришла. Сейчас буду показывать. Вот такая вот пушка. Так, что делать, чтобы она не лезла? Потому что и я, и все мы боимся, что все будет в этой норке и ангорке. Теперь я сбилась. Когда вы ее свяжете и постираете, вы ее влажную почешите, чем-то похожим на зубную щетку, расческу для волос. Прямо не бойтесь. Вылезут поврежденные волокна. Все, что хорошо в витаминке, останется там. После этого изделие будет лезть гораздо меньше. А если сделать это пару раз после стирки, то лезть не будет совсем. Второй прекрасный цвет. Тут уже видно, что мы серьезно отмотали ее. Вот такой. Такой розоватый. Нюдовый. И такой, мятный. Тот же самый артикул. Здесь сразу видно, какой пух. То есть мы... Нитке не нужно раскрываться. Для нас уже все сделали. Я сегодня пришла вот такой шапочке. Это, если я ничего не путаю, Бьеджоли Модеста. Но здесь у меня мериносовый подмот, который серьезно съедает пух. Потому что он заматывает его вовнутрь. И нитка была гораздо менее пушистая, чем эта. То есть вы понимаете, здесь просто облачко на голове будет. У меня вот так. Потому что мне нужна была шапка, у которой есть хоть какая-то форма. Вот у моей вот такая. Возможно, эта шапка будет просто лежать по голове. В смысле, если я ее свяжу. Если вы ее свяжете, она точно будет лежать по голове, если мы не подбираем подмот. Еще есть два цвета от Бьеджоли Модеста. Типа того, что показываю я вам сейчас. Это белый, который бывает очень редко на стоках. Видите, у нее совсем нет пуха. Она, конечно, раскроется, потому что это 80 ангоры. Здесь большое содержание. Но вот таким безумным пушком она не встанет. И черный цвет. Да. Который вот. Вот такой. Белый и черный стояли рядом, поэтому обменялись чуть-чуть ворсками. Так, я вам не назвала цены артикулов, которых уже рассказала. Сейчас быстренько вернусь. Так. У меня есть специальная бумажка, потому что я еще не выучила их. Так. Это пряжа, которая у нас альпака по 750. Называется Галант. Так. Верблюд Камелло. 620 рублей 100 грамм. Тоже будет маленький расход. Примерно как у Кашемера почти. То есть на мой размер 48 будет примерно 400 грамм на нормальный пловер, хороший, без высокого воротника. И 1700 это наши... Да, точно. Не тут Женя, Маяча, что я еще не все назвала. Это наши ангоры. И пряжа для платья в букле, который я вам показывала, где 50% хлопка по 220 рублей. Очень бюджетные платьишки получаются. Судя по тому, как вы активно уносите эту пряжу, вам эта цена понравилась. Еще один классный артикул. Все очень любят шелк. А если это шелк туса, то его любят особенно. В чем особенность? Шелк туса это не шелк тутового шелкопряда, это дикий шелк. Его коконы более темные. И обычно, когда с этим шелком работают, коконы разрезают, доставая оттуда гусеничку. Говорят о том, что они обладают какими-то совершенно лечебными, волшебными свойствами. И если носить платье на голое тело из этой пряжи, то ты будешь 18-летней девушкой лет 80. Я не пробовала, но я думаю, что стоит. Раз такие слухи идут попробовать. Значит, 30% шелка туса. Обратите внимание, так как кокон разрезан, то это не тонкое волокно, вмотанное вовнутрь. А такие как бы маленькие такие буклешечки. Вот здесь, наверное, лучше будет видно. Такие маленькие утолщения, как бы типа твидовые. И меренос. Полотно будет с блеском шелковым. Очень благородное, гладкое. Но вот на нем такие крапушки еще будут белые. Есть три цвета. Вот этот светлее. Этот чуть пооранжевее. Не уверена, что на камере вам хорошо передастся. И вот такая сирень светлая, красивая. Так, называется Онзен. Шатунг. 380 метров. Так, метраж сказала. И найдем цену. 550 рублей 100 грамм. Такой хороший, прям так хочется его потрогать. И вот эта красота у меня за спиной. Это артикул Регина. Я просто совершенно счастлива от того, что у меня такая палитра на полке стоит. И у него классный состав. Здесь 30% шелка, 35% мохера и 35% мериноса. Что мы из нее можем сделать? Сейчас покажу вам нитку близко. Вот, посмотрите. Она ровничная и такая, как бы уже немножко раскрытая. Бывают вопросы о том, что не будет ли она сильно пушить. Вот в этом артикуле 70% мохера. Видите, пух они особенно есть. И этот артикул у нас повалялся уже довольно серьезно на полках. То есть нитка раскрывается. Становится объемнее. Из нее красиво смотрятся ажуры. Очень красиво смотрятся объемные какие-то косы, жгуты. И она такая с блеском. То есть в ней блестит и мохер, и шелк. Блеск очень хороший. Изделие будет, конечно, толщина нити 350 метров. На пуловере вяжем в одну, на шапке вяжем в две. Будет ли она колкой? Мохер здесь ощущается, но по моим ощущениям он не колкий. Но все-таки, вы знаете, у мохера вершинка довольно выраженная. Волокно довольно упругое. Поэтому оно будет все-таки немножко ощущаться. Вот пух будет выглядеть. Ну вот примерно так же, как сейчас на вот этой части бобины. Цветов много. Когда вы смотрите это видео, так как на ютюбе оно будет храниться довольно долго, имейте в виду, что на сайте пряжа будет примерно 10-11 числа октября. Но будет ли она в наличии, когда вы смотрите это видео? Не факт. Цветов много. Персиковые, пудровые оттенки, карамельные оттенки, беленький. И вот эти вот тоже цвета попадают в кадр у нас, попадают. Беж трех оттенков. Вот такая красивая, смотрите, серо-голубая. Василечек. Еще один припыленный, незабудочный. И джинсик. Очень красивые оттенки. А сейчас я вам покажу то, ради чего я сильнее всего вообще ждала эту поставку. А поставку я ждала эту очень долго, потому что, знаете, на нашу пряжу влияют не только курсы валют, но и разные ситуации внутри разных государств, через границы которых мы едем. Поэтому понервничать пришлось. Посмотрите, какая прелесть. Это кашемир, которым примутан шелк на шелке пайетки. Пайетки очень красиво подобраны по цвету, к изделию. Одна из клиенток уже привезла домой такую бобинку, связала образец и на следующее утро пришла за добавкой. Но это нормально, я ее понимаю. У меня тоже припрятана уже такая красотка. Здесь у нас легкая-легкая сиренька. Такая вот она жемчужная. Сиреневая пайетка, розовая пайетка и золото. Так, артикул симфония называется «450 метров в 100 граммах». Производитель Ригу. КА-162, чтобы удобнее было искать. Вот такая красота. Пайетки зеленоватые, мятные, розовые, золотые. Это КА-164. Вот этот цвет мы прям затруднились назвать. Мы все над ним смотрели долго. Это и не светлая полынь. Ну, в общем, что-то чуть-чуть серое, чуть-чуть зеленоватое. Но с ума сойти, какое красивое. Пайетка такая розовая в персиковый оттенок, золотая и ярко-синяя. Мне очень понравилось, как производитель здесь прям заморочился с цветом пайеток. И с одной стороны это выглядит неожиданно, а с другой стороны очень гармонично. Здесь темно-синяя, на светло-голубом темно-синяя, фиолетовая и очень светло-сиреневая. И вот друг моего свитера. Вот такая, смотрите. Так, остался один артикул. Это Кашана. И эта Кашана тоже, конечно, безусловная любовь. Нитка сделана таким образом, что когда мы ее получили и начали распаковывать, я думала, что это шнурок. Но нюанс в том, что здесь три нити свиты вместе. И, судя по всему, они еще пробиты паром. Потому что пряжа очень мягкая и есть ощущение раскрытого кашемира. Здесь 28% кашемира. И остальное меринос. Состав 100% натуральный. Кашана у нас по 650 рублей. Метраж у нее 800 метров. 800 метров. Тоже от Ригу. Мягчайшая. Такие конфетные, девчачьи, мальчишачьи цвета. Сейчас буду показывать. Зелененький. Желтенький. Розовенький. И такая... Не знаю. Ну тоже розовенький, чуть-чуть с сиренью. А это мой потенциальный свитер. Басилькового цвета. Крючком. Надо обновить свой свитер крючком. Прям очень мне понравилась эта пряжа. Зеленая очень мало. Возможно, она даже не доживет до... До момента выкладки видео. Но вся остальная еще есть. Так. Не назвала цену кашемира. Кашемир по 1700 рублей 100 грамм. Напомню, на шапку нам понадобится 60 грамм. Пряжа раскрываться будет нормально. Но не вот эта, когда куча пуха. А просто легкий пушок и хорошее раскрытие. Я все показала. Давайте вспоминайте и придумывайте новые идеи. Приятного вам вязания. Новых идей. Пишите нам. Оформить эту пряжу для заказа вы можете на нашем сайте. Если вы смотрите это видео после 11 октября 2020 года. И в группе ВКонтакте. Всем хорошего дня. Пока.